Активация дела Литвиненко и Скрипалей верный признак того, что Европе нужен российский газ. А он нужен. Во-первых, стоимость газа на спотовых торгах поднялась аж до 900 долларов за 1000 кубометров. А во-вторых, Россия могла бы сделать больше для увеличения газовых поставок в Европу, чтобы помочь в предотвращении надвигающегося энергетического кризиса. Об этом на днях заявило Международное энергетическое агентство, как пишет британская The Times. Ну что ж, возможно Россия действительно могла бы сделать для Европы больше. Может, тогда стоит ее вежливо попросить и, возможно, даже быть готовыми на взаимную любезность? Да нет, глупость какая. Надо просто поставить Россию в известность, что она должна. Это раз. А никакие ответные любезности невозможны, потому что Россия – отравитель, а значит самое время откопать. Скрипалей и Литвиненко. Поэтому на этой неделе Британия озвучила фамилию третьего подозреваемого в деле Скрипаля. Это некий Денис Сергеев, он же Сергей Федотов. Его роль в отравлении Скрипалей пока не ясна, но это в принципе и не важно. Важно то, что в прессе снова прозвучали такие важные слова, как Россия, отравление, химическое оружие. Совершенно случайно, абсолютно ненарочно, на этой неделе Европейский суд по правам человеком ЕСПЧ внезапно принял решение по иску к России от вдовы Александра Литвиненко – Марии. Александр Литвиненко умер в Лондоне от отравления радиоактивным веществом, предположительно полониям-210. Согласно формулировке, приведенной в решении ЕСПЧ, Россия не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании, не провела эффективного расследования и не обеспечивала привлечение к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства. Как видите, европейская правовая мысль не стоит на месте, особенно когда дело касается России. В отношении России и ее граждан полностью отменена презумпция невиновности. Они признаются виновными в том случае, если не доказали обратного. При этом на Россию возлагается ответственность за расследование происшествия, которое случилось на территории другого суверенного государства, отказавшего России в правовом сотрудничестве по делу и засекретившего улики. Напомню, кстати, что злодейское отравление Литвиненко как-то странно совпало по времени с визитом Путина в Германию, во время которого он должен был вести переговоры о строительстве Северного потока-1. С тех пор так и повелась красивая традиция. Россия травит кого-нибудь аккурат к какому-то событию, связанному с поставками российских энергоносителей в Европу. Отмечаем, так сказать. За основание ЕСПЧ взял решение британского суда, точнее квазисудебной процедуры, которая не имела цели устанавливать чью-либо вину и не могла иметь, так как такая процедура лишена главного свойства суда – состязательности. Тем не менее, именно решение этой самой квазисудебной комиссии было положено ЕСПЧ в основу решения. Это еще одно новое слово в праве и его понимании, когда дело касается России. В качестве доказательства вины Лугового и причастности к отравлению российского государства приводится факт, что Луговой стал депутатом Государственной Думы от ЛДПР. Суд даже не смутило, что депутат – это выборная должность. Благодаря широте души россиян, кто только у нас не депутатствовал. И Гудковы, и Вороненков с Максаковой, и Илья Пономарев. А Рашкин и поныне депутатствовал. И ничего не векает. Что бросается в глаза после рассмотрения всех отравительных дел? В конечном итоге, вся мотивация к отравлениям Навального, Литвиненко, Скрипалей сводится к тому, что президент нашей страны – русский шпион, а значит, коварный и мстительный. Не знаю насчет мстительности, но что разведчик – это точно. Тут мне кажется важным один момент, который как-то не обсуждается до сих пор. Дело в том, что Путин уже много лет настойчиво и постоянно демонстрирует свою приверженность традициям и гордость за службу в разведке. Все окружение Путина так или иначе имеет отношение к этой службе. И вот вопрос, мог ли кадровый разведчик, традиционалист, опирающийся на разведку, как на источник государственной элиты, подвергнуть сомнению такой древний институт обмена разоблаченными агентами? Ведь суть дела Скрипаля в том, что обмененного и помилованного указом президента-агента попытались устранить, тем самым обесценивая подпись президента на указе о помиловании, вытерев ноги о его слово и подвергнув коррупции институт обмена агентами. То есть подвергнув опасности наших агентов за рубежом. На мой взгляд, человек или люди, совершающие такой поступок, не могут иметь ничего общего с российской разведкой. Разве только взаимную неприязнь. А кто может так относиться к российской разведке? Проще говоря, обвинения в адрес России и ее президента не обоснованы ни с точки зрения закона, ни с точки зрения элементарной бытовой логики. Однако это не мешает европейским механизмам все глубже и глубже увязывать в этом разрушительном безумии. Задача давления на Россию и ее изоляции важнее сохранения и развития общеевропейских правовых институтов. Потому что где сокровище, там и сердце. А русофобия – это неприходящая ценность короны. А что вы думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!